В эфире новости Дагестан, в студии Зухра-Алеева. Здравствуйте! Вначале о самых главных событиях к этому часу. Массовая гибель тюлени. Известно об обнаружении двух с половиной тысяч мертвых особей. Что о случившемся, говорят специалисты, смотрите в выпуске. Все самое лучшее и по низким ценам. В минувшее воскресенье на центральной площади Махачкалы прошла сельхозярмарка. Что кроме продовольствия заполнилось махачкалинцам и гостям в столице, расскажем через несколько минут. Заряжаем, едем дальше. В Дагестане появится более 40 станций для зарядки электрокаров. Юные спортсмены на татаме. Этап детской лиги дзюдо «Волга» прошел в Махачкале. Подробности турнира смотрите в спортивном блоке. В минувшие выходные начали поступать тревожные новости о массовой гибели тюлени в прибрежных районах республики. На данный момент известно об обнаружении двух с половиной тысяч мертвых особей. По сообщениям Минприроды, дела обнаружены в районе Юзбаша, а также в устериях Сулака и Шуринка. В связи со сложившейся ситуацией были взяты пробы воды и проводятся лабораторные исследования. Как заявила в интервью журналистом глава Росприроднодзора Светлана Родионова, гибель тюлени вызвана естественными факторами, по предварительным данным, в результате кислородного голодания. Напомним, что численность данной популяции в республике составляет до 300 тысяч особей. В результате ДТП за минувшую неделю на дорогах республики скончалось три человека. Еще 34 получили различные травмы, среди них один ребенок. Всего за период с 28 ноября по 4 декабря было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. На 1993 году ушел из жизни Магомед Али Магомедов, бывший председатель Госсовета Дагестана, герой труда Российской Федерации. В связи с этим по республике был объявлен однодневный траур. Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного человека, настоящего патриота и гражданина, отметил президент страны Владимир Путин в телеграмме соболезнований, адресованной руководству региона и родным политикам. Похороны состоялись в родном селе Магомед Али Магомедово в Левашим. Почтить память известного политика и государственного деятеля пришли представители органов власти, депутатского корпуса, общественники и спортсмены, а также гости из других регионов страны. Выступающие отмечали заслуги и неоценимый вклад Магомедова в деле сохранения единства и целостности Республики Дагестан. Магомед Али Магомедович – это человек, который в самые тяжелые минуты нашего Дагестана, когда уже на кону стояло будущее нашей республики, он взял на себя ответственность и сохранил нашу республику, и сохранил наше российское государство. Поэтому нам, молодым, есть чему учиться у нашего Магомеда Али Магомедовича. Каждая встреча с Магомедом Али Магомедовичем – это был урок мудрости. Она всегда останется с нами. Мы сегодня скорбим, выражаем искреннее соболезнование родным и близким, Магомед Саламу Магомедовичу, всем братьям, всем детям, сыновьям, ребенникам, рукам, всему левашинскому джамаату и всему дагестанскому джамаату. Хурма из Дагестана продается в десятках крупнейших городов страны. Руководство Минсельхоза сообщает, что в этом году аграрии Дагестана собрали более 5000 тонн. Это на 300 тонн больше, чем в прошлом году. По информации ведомства, рекордный урожай хурмы в этом году удалось собрать благодаря хорошим погодным условиям. Также отмечается, что в регионе, особенно в южной части республики, площади посадок дагестанская хурмы увеличивается ежегодно. Цены ниже рыночных. Масштабная сельскохозяйственная ярмарка прошла на центральной площади Махачкалы. На ней свою продукцию представили фермеры из самых разных районов и городов Дагестана. Ну а жители столицы получили возможность купить сезонные овощи и фрукты, молочную продукцию, мясо и другие продовольственные товары по приемлемым ценам. Не осталось в стороне от главного сельскохозяйственного мероприятия года и аграрная наука. Здесь были представлены собственные разработки дагестанских специалистов по направлениям ветеринарии, семеноводства и садоводства. Более 40 станций для зарядки электрокаров появятся в Дагестане. Об этом сообщает руководство Министерства энергетики Республики. По данным ведомства, спрос на эту услугу увеличивается в разы. На данный момент в Республике уже насчитывается около 300 электромобилей. Строительство станции будет вестись в рамках пилотного проекта в срок до 2024 года. Часть средств потратят инвесторы, а часть поступит из федерального бюджета в виде софинансирования. Лечение детей бабочек в Дагестане выходит на новый уровень. В Минздравом Республике организован выездной патронаж федеральных экспертов по генным дерматозам в Махачкале. Мероприятие проводилось в рамках совместного проекта с Фондом поддержки людей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра». С 1 по 3 декабря обучение для наших врачей проводилось в два блока – образовательный и практический мастер-класс. Эксперты рассказывали о тонкостях лечения, ухода и динамического наблюдения за пациентами. Сегодня будет выступать почти что 8 специалистов из федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга и рассказывать о генных дерматозах и о том, как их вести на территории вашей республики. В вашей республике очень много таких пациентов рождается, к сожалению, и не все специалисты, врачи в республике Дагестан знают о том, как их вести, как за ними ухаживать, какой правильный уход, как правильно рассчитывать материал, который должен обеспечивать государство этим материалом. В рамках практической части патронажного визита состоялась серия врачебных консилиумов. На них федеральные эксперты вместе с региональными специалистами провели осмотры 89 пациентам с тяжелыми генными дерматозами. Всего в регионе проживает около 17 тысяч пациентов с различными наследственными заболеваниями кожи. Мы пригласили самых тяжелых пациентов с их родителями. И вот эти два дня они будут работать в нашей республике, принимать этих пациентов, делать кое-какие корректировки в их лечении. И наметят дальнейшие планы своей работы уже с нашей республикой. Миссия этих специалистов, они долгие годы работают в этом направлении. Они набрались очень большого опыта, и поэтому в основном приехали поделиться своим огромным опытом в этом направлении. И о спорте. Этап детской лиги дзюдо «Волга» прошел в Махачкале. Турнир собрал лучших спортсменов из КФО. Приехали также команды из Самарской области и Татарстана. Соревнования посвятили предстоящему Дню Героев Отечества. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Высокий накал страстей на каждом из Татами. Второй турнир детской лиги «Волга» в Махачкале собрал около 300 дзюдоистов. Возраст участников от 9 до 15 лет. Турнир проходит отлично. Очень радует, что приезжают в соседние республики, что придает конкуренцию нашему турниру. Ну и нашим ребятам от этого интереснее. Всем тренерам, когда есть конкуренция, более интереснее. Медаль, завоеванная в конкуренции, она намного ценнее, слаще, чем медаль, которая без конкуренции. А вообще мы проводим турниры с целью популяризации нашего вида спорта. Потому что чем больше соревнований, ребенок набарывается, получает опыт. Где как-никак, на тренировках ты можешь 10-20 встреч сделать, а одно соревнование, оно тоже большой шаг делает. Потому что на соревнованиях это даже не поборовшись, у тебя уже определенный пульс высокий. Для юных дзюдоистов детская лига – начало большого пути в спорте. Техника, выносливость и сила воли. Здесь начинающие спортсмены показывают все, чему их учили на тренировках. На кону кубки, медали и грамоты. За баталиями на татаме следят титулованные дзюдоисты и известные наставники. Я смотрю, есть некоторые ребята, очень красивые, которые борются. Есть технические ребята, которые красивые броски делают. Я думаю, есть тут поколения, которые потрясающие. Я думаю, дали, которые дадут результаты. С этих турниров ребята выходят, олимпийские чемпионы тоже. Есть такие моменты, с таких турниров ребята побеждают очень многие. Дзюдо, оно для меня недалекое. Лет 15 своей жизни отдал. И очень приятно находиться, когда молодежь соревнуется. Тем более, сколько людей со всех, можно сказать, близлежащих республик приехали. И показывают свое мастерство. Ребята очень удивляют по сравнению с прошлым годом. И уровень борьбы тоже намного увеличился. И сам турнир тоже в плане спортивного вырос. Самые сильные аспекты, которые у нас есть, они заключаются в этих единоборствах, соревнованиях, где правильные приоритеты расставлены и так далее. Это для подрастающего поколения и для самих нас тоже. Это очень важное мероприятие, я так думаю. Дагестан, Чечная и Ставропольский край. Здесь не только соседние регионы. Есть гости почти со всех субъектов СКФО. Приехали также спортсмены из Приволжья. Марат Бекташев привез команду из Самары. Спортсмены из клуба «Патриот» в Махачкале уже неделю. Они успели потренироваться и посетить представительный турнир в Кизляре. Мы привезли ребят, чтобы они почувствовали вот этот дух дагестанцев, дух борьбы. И это очень полезно для нашей команды, я считаю. Сегодня на турнире мы заняли призовые места. Какие-то ребята просто первый раз вообще участвовали на соревнованиях. И повезло именно в Махачкале они оказались. Известный дагестанский олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев начинал свой путь как дзюдоист именно в Самаре. Вот. Именно в Самаре, в самарских залах, самарскими ребятами. Поэтому вот эта связка, благодаря Тагиру Хайбулаеву, вот Самара-Дагестан, это она работает. Хочется это отметить. Этапы детской лиги дзюдо станут в республике ежегодными. Ожидается, что в следующем сезоне в Дагестан приедет еще больше команд участниц. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова